Григорий Иванович, традиционно наши гости приходят к нам с подарком. Вы, как председатель секции винсерфинга, наверняка пришли с каким-нибудь тематическим винсерфингистским подарком. Доску. Доску. Да, я надеялся, что нам принесут хоть кусочек паруса вам. Спасибо. Нет, конечно, доску я не принес. Доску я вам могу подарить козы летом. А летом? Когда придете к нам заниматься, я вам на часик могу доску подарить. И вы покатаетесь, оцените, насколько вы хороший или плохо. Я боюсь, я не смогу. Сил не хватит. Научен, окей, договорились. Я принес подарок в виде майки. Дело в том, что у нас соревнования проходят, мы гоняемся в майках. И вот в этом году я в Севастополе гонялся в соревнованиях, и вот нам выдавали такие майки. Это здесь фирма Noir Pride и внешний трейд сервис. Noir Pride – это одна из известнейших фирм, которые производят парусные друстри. И, собственно, вот такие майки, вот эта гоночная майка. Я в ней отгонял, соврать, 8 гонок. И хочу вам подарить. Спасибо. Спасибо. Это традиционный подарок уже, спортивная майка. На тех телеэкранах Петра, именно в этой футболке, как он будет брать интервью. Уже в соревнованиях. Да, уже. Ну, остальное мы обсудим уже за столом, поэтому, Саннар, пойдем писать. Поехали. В Нижнем Новгороде открылся фестиваль «Горьковская елка». Жители города прокатились на коньках по тротуарам, а глава администрации отчитался о реализации национальных проектов. В эфире «Соседский Wi-Fi». Обсуждаем самые интересные события прошедшей недели, на наш взгляд. И с вами в студии Александр Самофал. И Петр Смирнов. А что, здравствуй. Подключаемся. Интересная новость. На просторах интернета появились фотографии горки с искусственным покрытием в Нижнем Новгороде. Я стал интересоваться, думаю, надо же, кто это догадался, в отсутствии снега поставить... Искусственное покрытие. Искусственное покрытие для катания на ватрушках, на лыжах, по сути, на нем можно кататься даже. На сноубордах, в принципе. Но это горка для ватрушек. Ну, то есть, по сути, вместо снега там... Вместо снега искусственное покрытие, да. Искусственное покрытие, ничего себе. Вот. И оказалось, что это на площади Минина в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Горьковская елка», так он называется, открыли. Это не так сейчас. Открыли бесплатный каток и царь-горку. А, как есть царь-пушка, который не стреляет, да? А это царь-горка, который без снега. Да, который без снега. Ну, да, получается, что пушка не стреляет, на горке снега нет. Но на самом деле используется искусственное покрытие, по которому, в принципе, очень хорошо катаются ватрушки. Это покрытие из специального материала, который очень сильно скользит, получается. Оно сплошное или какой-то там ребрик? Ячеечетое. А давайте покажем. Вот у нас есть фотография. Саша. Так. Вот. Получается такое ячеечетое ворсистое покрытие. Да, ну... Ничего? Ничего, да. Причем, да, на фестивале дежурят волонтеры, значит, дежурят бригады скорой помощи. Поэтому, если даже что-то случится, там всегда есть люди, которые следят за техникой безопасности. Ну, вообще, не вся Россия, да, и получается, это жалуется на то, что снега нет. Где-то все-таки он, наверное, лежит. Где-то он лежит, да, с запасом. С запасом лежит. Шутка про то, что экспортировать снег из-за Урала, это уже не шутка. Да. Самое время пора. По-моему, Петросян, да, как-то ее... Да-да-да, кто-то из комиков, да, что надо возить снег из-за Урала. Но другое. Я надеюсь, что там заключен, там, я не знаю, с метеорологической какой-то, я не знаю, службы или там, что происходит у нас наверху, не с почты России. И из-за этого, может быть, снег не заходит до нас. Он лежит, лежит. Не доставляет. Попозже. Попозже, да. Я надеюсь, что это не с почты России связано, поэтому все-таки снег, я думаю, ближе, тем более, мне кажется, вот-вот должен прям вот выпасть массово. Ну вот я думаю, что к Новому году мы все равно не дождемся. Не дождемся, будем все-таки Новый год как почти. Я думаю, Новый год, да, мы будем еще без снега. Ну это тогда как 1 сентября, но даже... Какая разница, перенесли Новый год с 1 сентября на 1 января, да, зачем? Все равно снега нет. Потому что, на самом деле, как-то... Ну Новый год, это вроде снежки, снеговики, а тут, получается, вместо снеговиков будут ставить искусственные... Из чего делают? Вот горку из чего делают? Из искусственного покрытия, чтобы... Да, из искусственного покрытия снеговик искусственно подкрыть, снежки из искусственного покрытия, будет им играть. Но я не знаю, все-таки вот этого, наверное, волшебства... Не хватает, не хватает. Вот, очень правильно, потому что мы, как водится, задали вопрос нашим зрителям, нашим жителям нашего города, как они переносят зиму без снега, поэтому, Даша, от тебя слово. Очень рады, что в этом году в наш город поступили новые вот арт-объекты. На площади, у Кубы, там вот на перекрестке. Это очень украшает наш город. И если что-то будет новое, мы с удовольствием все это примем. Нам это все нравится. Вот в Нижнем Новгороде установили горку с искусственным снежным покрытием, чтобы жители города могли кататься там, допустим, на таблеточках, на каких-то санках и прочим. Вот нашему городу нужно что-то такое? Вы знаете, напрашивается уже давно, из года в год, поставить горку около фонтана, вот за зданием администрации. Там много просторного места, там очень многие гуляют с детьми. И как бы, если бы там появилась горка, все горожане были бы рады. Ну, конечно. Как вы думаете? Конечно, нужно. Детям развлечений. По-моему, нет. Там все-таки на народе что-то очень много. И приезжие, и все. А у нас все как-то келейно получается. Нужно по району. Чтобы в каждом районе, да, было что-то? Да, и в новом, и в старом, потому что ездить с детьми очень далеко. Было бы неплохо, если бы это был комплекс. Потому что детям, и взрослым, и без снега как-то Новый год некомфортно. Да, он у нас и так скоро выпадет достаточно. Как в прошлом году было, как в запрошлом. Не нужно ничего. Желательно, какой-нибудь объект, наверное, был бы. Со всеми там горками. Что там может еще быть. Можно многое придумать. Это же все зависит, наверное, от администрации нашей. Я так думаю. Ну и все равно люди выходят из ситуации, да, получается, нет, снега нет, пожалуйста, придумали, сделали горку, чтобы все-таки... Снега нет, но выдержите. Да, но все равно как бы окунают в это. Тут, мне кажется, скоро скажут, что воды нет, а вот вам, пожалуйста, бубен. Да, вот мне понравилось это. Жители особо не унывают, что под конец года снега нет. Нет, у нас саровчане тоже особо не унывают по этому поводу и придумали забаву. Значит, катание на коньках. Новая саровская забава. Новая саровская забава, катание на коньках по тротуару. То есть в интернете появился видеоролик, где молодые люди катаются по улице Духова, значит, по тротуару на коньках. Было это в воскресенье, как вы помните, был ледяной дождь, потом все это замерзло достаточно такую корку льда толстую, и они поехали на коньках кататься, значит, по тротуару. Видео очень быстро стало вирусным, ну, как это говорится, в интернете, что очень быстро пошло распространение, дошло до уровня нижегородских информагентств и попало на стол нашему губернатору. Так, уже интересно. Губернатор, ознакомившись с этим видео, собрал совещание в понедельник уже, то есть в воскресенье прокатились, а в понедельник уже... Убираемся завтра у всех выходной, едем кататься на коньках в Саров. Если бы... Если бы... Если бы... Если бы он порекомендовал всем главам, значит, выйти на свои пешеходные дорожки без коньков, проверить качество уборки снега и льда с городских дорог, с тротуаров. Ситуация, на самом деле, очень такая комичная, я бы сказал, да, потому что... И плачевная. И плачевная, да. Во-первых, конечно, то, что плохо убираются, и то, что выходной день у нас, ну, как обычно, да... Ну, выходной. Да, выходной, да. Поэтому, в общем-то, не посыпают, людей мало, техники мало. Но самое смешное в этой истории что? Что это видео первым появилось в ВКонтакте, в паблике, группа «Говорит Саров», которая администрирует, значит, муниципальные унитарные предприятия. Это телерадиовещание, это их паблик. И получается, что, записав это видео, ну, вполне вероятно, что это были сотрудники ТРВ. То есть, выложили? Да, выложили его в интернет. Это вроде как порадоваться, да, что можно кататься на коньках по улице. Типа, все на коньки, все в спорт, в хоккей и так далее. А оказалось, что подставили таким образом главу администрации под губернатора. Вот так вот подложили. Да, подложили. Символ уходящего года. Не буду вслух признать. Год свиньи, подложили ему символ. Ну вот, да, под конец года. На самом деле, конечно, потом поехали комиссии, потом все растаяло. То есть, во вторник уже, конечно, была комиссия, а во вторник уже все растаяло. Ребята, все нормально было. Я не знаю, что за ребятами. Они снимали, может, вообще там 10 лет назад специально. Искусственное покрытие постелили и снимали. Так вот, вот. Аж темно же ничего не видно. На самом деле, надо было вообще сказать, вообще-то это искусственное, новое искусственное покрытие мы проверяли на тротуарах. На тротуарах. Да. Просто как бы кусочек остался. Мы везли в Ледовый дворец, но вот кусочек остался, мы его положили как бы на это. Кто проверит, кто... Может быть, это был бесплатный каток, как на площади Милина? Да. Вот. Почему нет? Тест-драйв бесплатного катка. Можно было подговорок придумать. Откуда это вообще? Давно снимали, раз. Новое сколковское изобретение, я не знаю, распределение. Технопарк, технопарк. Ну, а, да, у нас технопарковское изобретение. Решили проверить. Остаток льда, который из Ледового до Ледового не дошел. Вот, пожалуйста, ребята, решили проверить. Фотошоп. Никто не отменял, да? И вообще было темно, и неправда, и не факт, что это сорок. И это на роликах, и это было летом. Просто кажется, что коньки. Ну, разные, можно было сказать, потому что темно, да? Темно, ничего не видно, да. Но, в общем, отличились. Как говорится, опять отличились. Вот такая история. Ну, и в продолжении темы про зиму, так сказать, и зимние забавы. У нас зимняя забава – это стройка. Значит, вовсю идет строительство. Мы с тобой уже не первый раз обсуждали, что и в парке работают усилены темпами, и на лыжной базе. И школу одиннадцатую строят. Чтобы не мешать. Чтобы не мешать. Да. Нужна погода хорошая. Я не знаю, где этот шаман из нашего города, который так со всеми… Шаманы все сидят. Ребята… В администрации все шаманы. В подъезде, может, в подъездах хулиганили, вышел этот шаман, сказал, так, я сейчас вам каток сделаю. Бабах, вот, пожалуйста, они начали кататься. Мы не успеваем на сроки, не дай бог, снег выпит. Кто он? Кто он? Кто ты? Где ты? Штатный шаман администрации, да. Где этот Дедушка Мороз, который все это делает? Ну, был волшебник. Так вот, глава администрации отчитывался перед Думой по реализации национальных проектов. Так, еще раз, условно говоря, их перечислим, уже обо них все поговорили. Значит, нацпроект «Чистая Волга» — это экология нацпроект, проект «Чистая Волга». Значит, спорт, норма жизни, образование и комфортная городская среда. А вот четыре нацпроекта, где мы участвуем с привлечением федеральных денег. Ну и по сути... И внимание к ним особо. Унедрение же только, вот, как мы не затрагиваем, только произошло в этом году, да? Да, у нас проекты вот только в этом году полетели. Вот, может быть, просто почему такие задержки из-за того, что это впервые, как бы, может быть? Ну, не везде же задержки. Есть и позитивная сторона. Ну, где-то вот. Одиннадцатую школу строят с опережением графика, например. А, уже? Да, уже с опережением графика. Уже даже допросили... До этого были что? Нет, все было... Нет, десятую. Все, я... Не путайте, не путайте. Десятая школа... Понятно. Одиннадцатая с опережением графика. Одиннадцатая с опережением графика. Спортплощадку на Павлика Морозова построились, далее все тоже с ней в порядке. А вот парк и лыжная база вызвали особенные вопросы. Вот, поэтому был вынесен на суд депутатов отчет. И в нем оценки, соответственно. Значит, оценки такие. Образование, надлежащее исполнение. То есть школу строят надлежащее исполнение. Спорт, норма жизни. Надлежащее исполнение. А вот комфортная городская среда удовлетворительна. Удовлетворительна. Это причем решение, по своим оценкам, внесла сама городская администрация в городскую думу. Сами себя оценили, сказали, ну вот оцените нас, пожалуйста, вот так. Ну, это сейчас модно, да? Да, пожалуйста, напишите еще проект решения. Сами же пишут. Да, зачем? Вы ответили, и сами же, пожалуйста, ну, чтобы нам не придумали. Ну, чтобы не придумали, да, как вас оценивать. Так, а какие критерии? Вот по каким критериям, что вот это все-таки надлежащее, а это вот все-таки удовлетворительно? По этому поводу было целое постановление губернатора, поручение точнее. Поручение губернатора о том, как оценивать, то есть и кого оценивать потом. Значит, если все выполняется в срок, по графику все введено в эксплуатацию, и кассовое исполнение, значит, соответствует план графику. То в зачетку отл. То в зачетку отл. Ну, все правильно, значит, надлежащее. Если не выполняются какие-то этапы, да, или, ну, скажем, с ними есть проблемы, да, с их выполнением, но в целом это не влияет на исполнение нацпроектов, то тогда удовлетворительно. А если не введено в эксплуатацию в срок, не достигнуто кассовое исполнение, то есть деньги не освоены, то тогда оценка ненадлежащая. 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 Понятно. Вот, но ненадлежащей оценки у нас не было. Внимание, вопрос. Да, давайте теперь по критериям поговорим. Это конкретно. 27 ноября должны были сдать и лыжную базу, и парк. Этого сделано не было, ну, очевидно, не успели. Второе. Кассовое исполнение. И там, и там порядка 70% на отчетную дату. Так. На дату заседания городской думы. Значит, тоже не достигнут. Спрашивается, почему удовлетворительно. На самом деле, я тоже проголосовал за это проект решения, потому что считаю бессмысленно развивать какую-то полемику на эту тему. Инициативу губернатора я очень рассчитываю на то, что губернатор сам по достоинству оценит деятельности администрации, чиновников администрации по решению задач, связанных с национальными проектами. Потому что, если выставлять оценку недовольтворительно, то, значит, в дальнейшем следует оценка профессиональной профпригодности, будем говорить так, да, то есть, соответственно, занимаемой должности конкретного чиновника. То есть, получается, если не надлежащее исполнение, то сразу начинает мог полететь головы, да? Да, да, да. Поэтому, конечно, мы, как депутаты, открыли свою кубышку с кредитом доверия администрации, выдали очередную порцию этого кредита доверия и сказали с Богом, идите, отчитывайтесь уже перед губернатором. А, то есть, получается, дальше следующий этап уже туда, вверх идти, отчитывать? Да, вся эта информация ушла в губернатор, он, соответственно, уже будет дальше принимать соответствующее решение. Причем я, насколько мне известно, уже прошло обсуждение, значит, на совещании у губернатора о том, как были реализованы проекты Саров, там было отмечено отдельно с точки зрения невыполнения. Ага, то есть, все-таки... То есть, там мы об этом знают. Уже знают. Вот, конечно, знаю. Ну, а есть еще шанс все-таки... Вот, а теперь шансы, да, до конца года-то успеем. Так вот, 24 декабря, как говорится, пяткой в грудь, кровь из носа, значит, обещают сдать. 24 декабря казначейство принимает последние платежи. Но это, опять же, только по проведению платежей, а нужно еще сдать в эксплуатацию. Да, так прежде чем платежи провести, ты сначала подписываешься акты выполненных работ. То есть, кассовое исполнение, вот этот термин, это именно реально заплаченные деньги за реально выполненные работы с закрытыми объемами. Я просто имел в виду, что до 24-го... Сначала акты. Ну, так, да, в Рождество католическое съездим, посмотрим, как там, сдали или не сдали. С подарками, да, вот? Да, да, с подарками, вот именно. Это как один депутат Государственной Думы тут на открытии школы в Балахнинском районе, в поселке Гидратор, подарил главе администрации генподрядчику баночку вазелина. Вадим Булавинов, если вы не видели это видео, поищите в интернете. Да. Оно попало даже в топ новостей за выходные. Тут не хватает вот этой фразы, Якубович. Да ладно. Да, реально, получается, можно брать носочки для подарков и баночки вазелина туда складывать. Ничего себе, человек, получается, так тонко на что-то... Очень тонко. Ну, как очень, да? А сейчас же они... А, нет, я переговорил. Кстати, получил свою порцию критики за такие недвусмысленные подарки. И потом пришлось объясняться, что, ребята, а вы что, не читали инструкцию к вазелину? Ну, и к другим интересным новостям в рубрике «Телеграм». В Орле на электронных табло появилась социальная реклама, посвященная волонтерской заботе о ветеранах. Отлично же? Отлично. Но только в тексте сообщений вместо слова «ветеранах» написали «ветеринарах». Как сообщил координатор Орловского отделения организации «Волонтеры Победы», в досадном инциденте виновата рекламная компания «Субподрядчик». Фирма уже признала свою ошибку и обещала все исправить. В Калининграде двое полицейских подшутили над коллегами из соседнего отдела. Прислав им поддельный приказ начальства о вырезании снежинок. В документе говорилось, что нужно в обязательном порядке украсить помещение к Новому году. Для этого дежурные должны были вырезать не менее 10 снежинок из бумаги и предоставить отчет о проделанной работе. Адресат принял приказ за правду, а когда обман раскрылся, начальник отдела, как ни странно, отнесся к пранку с юмором и велел шутника самим вырезать снежинки. На крашеные ногти, цветная блузка и юбка в таком виде 43-летний мужчина из Бразилии пришел на экзамен по вождению. А все для того, чтобы пройти его вместо своей матери. Она трижды пыталась сдать экзамен самостоятельно, но безуспешно. Эх, на какие жертвы не пойдешь ради мамы. Ну а к нам в студию присоединился Григорий Иванович Старченко, председатель Федерации Виндсерфинга, Саровской Федерации Виндсерфинга. Иван Иванович, мы вас приветствуем. Добрый день. Добрый день. Иван Иванович, ну для того, чтобы нам начать, надо традиционно ввести пароль от Wi-Fi. Александр. Да, возьмите ваш телефон и пароль, достаточно найти сеть Wi-Fi канал 16, и ввести пароль, который всем прекрасно известен, простой парус. Пароль парус. Да. Это уже... Хороший пароль. Кратко рассказываем, в чем же суть. Да, о чем пойдет разговор. Что это за штука? Подключились? Григорий Иванович, мы вас пригласили поговорить, потому что вы были в компании инициаторов проблемы, проблемы, связанные с обмелением озера протяжного. Ну для нас это очень актуально. Дело в том, что, вот, например, у хоккеистов есть ледовая арена, где они играют в хоккей, у лыжников есть лыжня, у пловцов бассейн, у волейболистов зал, где они играют в волейбол, а мы занимаемся на протяжке. У ходунов в дороге. У лыжников как раз нет сейчас лыжней, у нем сложнее. Вы знаете, один день был, и они сразу в бой высыпали, и кто-то успел. Для нас протяжка не только место отдыха горожан, это для нас спортивный зал, где мы занимаемся любимым видом спорта. И, к сожалению, этот спортивный зал пришел в негодность. Вот, обветшал, обмелел, зарос травой. И, конечно же, мы хотим, чтобы его привели в порядок. Мы сами это сделать не можем. Но это в силах городских властей, во всяком случае, инициировать это и что-то сделать в этом направлении. К сожалению, уже много лет эта проблема существует, и она никак не решается. И вот недавно было заседание Думы, где тоже был поручен департамент городского хозяйства заняться этой проблемой. Повторно. Да, повторно. Надеюсь, что в этот раз проблема все-таки будет решена. Или хотя бы попытаются ее решить. Я вот сам ездил туда. Там же есть дамба. Уровень воды сильно ниже этой дамбы. Вот сильно. И у меня вопрос, а куда она исчезла? Куда вода-то исчезла, когда спрашивается? Как она могла уйти оттуда? У меня есть мнение, конечно, на этот счет. Дело в том, что при строительстве новой дамбы был допущен ряд просчетов. Я не знаю, это просчет проектный или при строительстве. Но уровень воды занизили. И в результате этого она, естественно, обмелела. Воды, света стало попадать больше. Трава стала расти лучше. Протяжка начала зарастать. Естественно, зимой это все отмирает. Трава откладывается в виде ила. Следующий год опять. Уже больше 10 лет прошло. Там уже отложения достаточно существенные. Кроме того, протяжка относится к водоемам, которые наполняются водой. Вообще все наши реки, окружающие нас, наполняются водой по весне. Очень важно весной как можно больше воды сохранить. И следующий момент, который был допущен, ошибка, который была допущена при строительстве новой плотины, это конструкция слива. Сейчас он там перелив. То есть, соответственно, через верх. Да. И, собственно, на бассейне также. И на протяжке сделали. Это очень удобно с точки зрения обслуживания. Ну, не надо обслуживать никак. Ну да, построил бетонную, по сути, заглушку. И она сама как перетекает. Да, лишь бы она выше предельного уровня не поднялась. Но проблема в чем состоит? Вся органика, которая остается в воде, она седает на дно. Она не вымывается. И сейчас нужно просто спасать протяжку. Мы еще 10 лет назад писали, что нужно спасать протяжку, что она заболачивается. Но вот сейчас получили то, что имеем. Да. Вот мы катались на коньках тут недавно. На протяжке как раз замерзло, лед был. О, на протяжке? Замечательно. На тротуаре даже. Это мы тут недавно обсуждали. Ну вот что, по тротуару у нас катаются на коньках? Ну, я помню, в детстве у нас такое было, когда все замерзло, и мы по двору, и по улицам катались на коньяках. То есть, это не первый такой случай. Только это не нами придумано. Так да, я же говорю, это уже давно. Все развлекались так. Ну, конечно. Все новое, забытое, старое, на самом деле. Да, посреди протяжки вырос остров. Но она настолько отмерела, что там просто уже остров посреди не вырос. Вода куда-то уходит. Конечно, это нельзя говорить, что виновата плотина. Обмеление очень мощное. Протяжку питает река. Она тоже мелеет. Почему она мелеет? В связи с чем? Я знаю, что существует такое понятие, как вырубки лесные. Лес вырубается, почва вылывается, песок попадает в реку, река заносится песком. Надо сказать, что со стихией бороться бессмысленно. Она нас просто не замечает, наши потуги. Поэтому надо не бороться с ней, а использовать ее в своих интересах, пытаться как-то приспособиться. А если мы будем с природой бороться, получим примерно то, что сейчас имеем с протяжкой. Так вот, насчет стихии. Я так понимаю, что ваш спорт, виндсерфинг, это на стыке двух стихий. Это воды и ветра. Ну да, можно так сказать. Хотел бы поговорить, потому что в этом году были множество публикаций, в том числе на тему самой секции, ее будущего. Понятно, у вас одна проблема, решили, можно сказать, спортивного зала, природа как-то распорядилась или еще что-то. Вторая проблема уже непосредственно самой секции и ее существования в будущем. Что касается секции «Предсетки школьной работы», то это все печально очень. То есть мне открытым текстом сказали, что секции не будет. То есть секцию закрывают? С секцией проблема большая. Недавно мы встречались в Думе с Пустынниковой, Ларисой Валерьевной. Нас приглашал Жижин, зампредседателя Думы, и обсуждали проблему секции. Значит, Пустынникова сказала, что она полностью на нашей стороне, что она нас поддерживает, но ничего сделать в этом направлении нельзя. Есть проблемы, которые на сегодняшний день решить невозможно. И было предложено заниматься нам как федерации. То есть если федерация считает возможным и нужным, необходимым заниматься с детьми, то, пожалуйста, можете заниматься. И обещали нам выделить для этого помещение, то есть зал спортивный, и оставить пока за нами комнату. Ну, у нас там проходят теоретические занятия, хранение спортсменов, инвентаря мы слушали, ремонтные работы, паруса, доски. И нам, конечно, очень важно, чтобы у нас эта комната за нами была закреплена, иначе мы просто на улице оказываемся. Ну, вроде бы обещали. Ну, пока вот вопрос все еще решается. То есть приказ вроде бы уже есть, но он пока, я так понял, не подписан. Вообще много воспитанников, будем говорить так? Потому что я знаю, что понятно, что сейчас есть какая-то группа детей, ну, вообще, вот сколько человек прошло через секс? Желающих, пожалуйста. Да, и вообще, насколько он популярен в городе? Значит, ну, прошло, я подсчитывал, это около 80 человек. Это секс существует с 2007 года. Ну, как сказать? Я бы, конечно, хотел, чтобы количество было меньше, потому что я бы хотел, чтобы те, кто пришел в 2007 году, они до сих пор занимались бы. Ну, дети растут, они уходят, они поступают в вузы, уезжают из города, приходят новые. То есть текучка есть определенная, конечно же. Но на сегодняшний день есть дети, которые хотят заниматься. И они строились планы определенные на зиму. Дело в том, что спорт-то летний, но для того, чтобы летом хорошо заниматься, нужно зимой хорошо подготовиться. И у нас в парусном спорте существует такое различие. У нас есть соревновательный сезон, это летний, и подготовительный сезон зимний. И, конечно, важно, чтобы подготовительный сезон был насыщенным. А как вообще проходят вот эти тренировки? Ну, вот подготовительный этап. Что? Просто не церковь, как без воды это? Без воды, да, сложно. Согласен. В зале или где-то? В планах у нас развитие сноукайтинга. То есть есть такой родственный вид спорта, винсерфингу, как кайтинг. Есть зимний кайтинг. Это на лыжах, на сноуборде. Кайт используется в качестве двигателя. И ты катаешься по снегу, там можно по льду, по снегу. Я видел этих ребят. Они ездят недалеко от глухого. Есть такое достаточно шикарное поле. И похоже, что там есть сильные ветра. Вот. И я смотрю, машины стоят. Ну, как с КПП-4. Как едешь перед... Просто детишек там рядом. И я смотрю, змеи запускают. И на сноубордах по целине. Да, именно так. Нам вот в этом году выделил в НИЭФ деньги на приобретение кайтов. Вот мы два кайта закупили. Направление, которое мы считаем необходимо развивать. А в зале мы занимаемся вообще физической подготовкой. Правда, она, конечно же, имеет свою специфику. Все-таки мы винсерфингисты. И для нас важно не просто быть сильными, но и ловкими, и быстрыми, и выносливыми. А на каких соревнованиях участвовали вообще? Ну, есть граунты? Да, конечно. Постоянно участвуем в соревнованиях. Мы ежегодно завоевываем призовые места на всероссийских соревнованиях. На межрегиональных, на всероссийских, на международных. И я завоевываю, и взрослые ребята завоевывают, и дети завоевывают. Последний раз вот девочка у нас, Катя Ивина, заняла первое место. Вот мы в Рязань ездили в 2018 году. Григорий Иванович, я искренне желаю вам успехов в развитии секции. Надеюсь, что она, этот вид спорта останется в Сарове, потому что развивать спорт даже, может быть, не совсем, так сказать, тематически, да, для нашего города. Особенно, когда им занимаются энтузиасты. Это важно и нужно, и все-таки найдется взаимопонимание с органами власти. С зрителями я прощаюсь. До новых встреч через неделю. Это был «Соседский Wi-Fi». С вами в студии был Петр Смирнов, Александр Самофал и председатель Саровской секции винсерфинга Григорий Иванович Старченко. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»